приветствую уважаемых подписчиков читателей и зрителей наших каналов эпиграфом к этой публикации был такие слова сказки герой которой старый дом научившийся летать я больше не встречал прежде всего напоминаю этот ролик часть моей новой книги были владислав крапивин и михаил ахманов членами тайного общества диск вот как выглядит обложка этой книги рассказ владислава крапивина старый дом был впервые опубликован в 1970 году в журнале урал в шестом номере это конечно сказка причем именно сказка он безусловно не тянет ни на фантастику не на фэнтези но сказка конечно являющаяся настоящим шедевром он входит цикл летящие сказки которая владимир талалаев также отнес к циклу легенды великого креста я согласен событий описанных в этой сказке в нашей реальности действительно не было поскольку произойти такое в нашей реальности это безусловно вызвало бы очень большой резонанс который не остался бы незамеченным вот как выглядит обложка книги очень интересен и главный герой этой сказки это не человек и даже не животное а это старый дом почему рассказ так и называется точнее старый деревянный двухэтажный многоквартирный дом дом у которого есть душа и сила этой души очень большие точнее просто колоссальные и не в фигуральном а в самом что ни на есть прямом смысле слова впрочем я уже подчеркивал на свете нет ничего более могущественного чем сила нравственно полноценной души а душа дома безусловно нравственно полноценная может ли такое быть кто знает особенно если наш мир все-таки магия или матрица или как все чаще говорят сегодня виртуальная реальность или компьютерная симуляция роберт братини ведь любил повторить все состоит из того же вещества что и наши сны в таком мире душу могут иметь и скажем так предметы формально являющиеся неодушевленными так получилось что я недавно серьезно затронула этот вопрос в другом отзыве для другого ресурса в отзыве на небольшую повесть акунина нефритовые чутки а я всерьез допускаю что акунин тоже тайно популяризирует теорию шестимерной вселенной роберта братини в этой повести равно как прочему во всей фондариане эти самые нефритовые чутки безусловно имеют душу и во всем помогают главному герою акунина и ростов андурина из какого боку кстати несмотря раз фондорин действительно во всех смыслах главный герой акунина даже не смотря на то что у него ум острый но не глубокий как его характеризовала одна очень умная женщина впрочем возможно окрас именно поэтому раз фондорин акунина и главный герой только нужно добавить фондариана акунина но ни разу не сказка пожалуй повесть нефритовые четкие несмотря даже на явно просматривающийся элемент мистицизма даже фэнтези не назовешь впрочем фэнтези не назовешь и всю фондариану и она даже формально считается детективным циклом хотя и научной фантастики и фэнтези фондариане хоть отбавлей если конечно это фантастика и фэнтези они раскрытия нам из подволь некоторых сторон нашей жизни еще непонятных официальные науки но которые уже были понятны руберту бардини и тайному обществу диск с творчеством владислава крапивина ситуации впрочем один к одному и когда я писал отзыв на указанную новую акунина я по понятным причинам не мог остановить не остановиться на современной официальной религии японии в японии же сейчас очень интересная религиозная ситуация дело в том что в японии сейчас похуже идет процесс формирования некой новой религии это новая религия формируется на базе двух религий буддизма и синтоизма сейчас это по-русски называется религиозный синкретизм большинство японцев сейчас официально исповедует две религии одновременно как я сказал буддизм и синтоизм и совершают обряды обеих религий соответственно это формирующаяся религия почему-то очень близко к теории робота бартинина она тоже строится на реинкарнации но главное не это анализ книг ивана ефремова привел меня к мысли что с позиции указанной теории бартини главное божество вернее самое могущественное божество не мужское а женское понятно я не буду здесь заходить в дебри но скажу только что такая точка зрения на теологию безусловно далеко не новая и она хорошо известна скажем так в близкое к нам время ее первым официально высказал роберт грейс в своей книге белая богиня у ивана же ефремова в роман та и софинская почему-то вставлены целые фрагменты из белой богини формирующиеся же японской новой религии главное самое могущественное божество тоже женское это богиня солнце аматорасу амигами самое же интересное в этой религии имеющее прямое отношение к тому о чем мы сейчас говорим это то что боги или как говорят японцы камин используя реинкарнацию могут воплощаться практически во что угодно камни в животных в дома и даже в целой местности то есть позиции современной формирующейся японской религии то что описано в данном рассказе владислава крапивина может быть ну ни разу не сказкой современная японская религия на полном серьезе допускает что некое божество может воплотиться в том числе и в старый деревянный дом ну а значит однажды такой дом вполне может захотеть помочь своим жильцам точнее лучше и свою жильцу что и происходит в данном произведении крапивина я уже подчеркнул что такой буквально ошарашивающий человека с пост христианским мировоззрением подход похоже на ничем не противоречит теории роберта братини точнее может не противоречит к сожалению мы об этой теории сегодня еще знаем меньше чем хотелось бы и я также уже отметил что в мире нет ничего сильнее нравственно полноценной души а у данного старого дома как я тоже уже отметил душа безусловно нравственно полноценная а значит ее силы причем в прямом смысле силы в энергетическом смысле очень велики то есть как это не дико звучит но такой дом похоже действительно может научиться летать и таким образом попасть в цикл летящие сказки безусловно рекомендую сказку прочтению если понравился ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь роликом социальных сетях на других ресурсах пишите комментарии смотрите мои аналогичные ролики какие именно увидите подсказки и наконечных заставках